Доброе утро, коллеги! Одна из самых известных крещенских традиций – это, конечно же, купание. Керчь – город Приморский, поэтому ежегодно погружение в воду тут осуществляют на городской набережной. Там уже установили деревянную купель, воду осветят, а за безопасностью всего процесса будут следить сотрудники МЧС. Подробнее о том, как в городе готовятся к этому празднику, мы расскажем сегодня в новостном выпуске, а пока поговорим о крещенских традициях с нашим гостем, отцом Сергием, настоятелем храма Александра Неского. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите о крещенских традициях, с чем связана традиция купания? Прежде всего, нужно обратить внимание на евангельское происхождение крещенского купания. Евангелие повествует нам о том, что Иоанн Креститель вышел из пустыни, он там пребывал 30 лет. И, конечно, это очень была впечатляющая фигура, потому что в течение своей жизни он был аскетом и совершал определенный духовный подвиг. Конечно, когда он вышел к людям, люди начали стекаться в большом количестве к нему, и все хотели просто видеть его, слушать его. И он говорил о покаянии, потому что приблизилось Царство Божие, он говорил. И когда люди подходили к нему, он стоял в реке Иордан, они входили в реку, он погружал их в воду, но перед этим они исповедовали свои грехи. Причем они не стыдились исповедовать эти грехи в присутствии всех своих знакомых. Грехи, конечно, были разные. Можете себе представить, что каждый человек в жизни накапливает какую-то определенную деструктивность. И вот каждый человек хочет омыться от этого. Когда наше тело становится грязным, то мы омываем в воде. А вот когда душа, человек чувствует, что он носит на себя какую-то тяжесть. И когда они подходили к нему, он погружал их в воду. И вот эти воды, реки Иордан, они как бы наполнялись тяжестью человеческого греха. И вот однажды Иоанн Креститель, как бы смотря куда-то вдаль, говорит «Си Агнец Божий в землющей грехи мира». Он, то есть Спаситель наш, внешне он ничем ни от кого не отличался. И Иоанн Креститель, это действительно была такая впечатляющая фигура, потому что он аскет, был в аскетической одежде, то наш Спаситель был одет в обычную одежду. И единственное такое слово, которое как-то заставило задуматься тех, кто присутствовал в этот момент на реке Иордан, что он Агнец Божий, потому что Агнец в сознании еврея – это жертвенное животное. И если человека назвали Агнецем, это значит, что он должен был принести какую-то жертву, пострадать за кого-то, потому что Агнец, он страдал не за свои грехи, а страдал за грехи людей. И вот когда подошел Спаситель, он к Иоанну Крестителю подошел, и Иоанн Креститель совершил погружение его в воду. И вот здесь нужно заметить о том, что Иоанн Креститель, он погрузил его, а у Спасителя не было собственных грехов. И эти грехи, которые были там в этой воде, он взял на себя, и вода стала чистой. И вот поэтому мы погружаем все в воду для того, чтобы принять эту чистоту, которую дал нам Спаситель. Спасибо вам за информацию. Я напомню, сегодня мы говорили о крещенских традициях, о том, как проходит праздник. Мы расскажем непременно в новостных выпусках. Коллеги, я передаю вам слово.